Здравствуйте, с вами Степан Бабкин. Вопрос на сайте, который можно перефразировать так. Человек приехал работать в Германию и по какой-то причине работа не заладилась. Либо позиция оказалась не та, вот в данном случае, да, брали инженера, оказалось, что нужен не инженер. И по какой-то причине работать он дальше не будет в этой компании, да, человек. Либо не прошел испытательный срок, либо фирма развалилась, всякое бывает. Что делать в этом случае иностранцу? Я тут коротко ответил, но хочу немножко расширить ответ видео, чтобы было понятнее. То есть, в принципе, тут две категории. Отработал человек год или не отработал. Если человек отработал год, то там все проще. Потому что в этом случае человек получает право на получение пособия по безработице. На сайте есть, даже не на сайте, на форуме есть у нас раздел о пособиях. И здесь написано в статье об АЛГ-1. Когда, при каких условиях человек может получать это пособие. Размер пособия, потерявшим работу. В принципе, тут все просто. Если есть право на пособие, то это означает наличие дохода. И тут как минимум, ну, три месяца, как минимум, даст Ауслендрамп на то, чтобы найти другую работу. Так как человек будет получать вот это пособие. Да. Почему я говорю, что Ауслендрамп даст? Потому что по закону. Да. Ауфенхальц-казец, который используется миграционными службами Германии для выдачи видоножительства и виз в Германию. Здесь написано прямо, что иностранец, вот пункт 6, да, последний абзац. Иностранец, который получил вид на жительство по параграфу 18 или 18а. 18 это рабочая миграция, просто бесшерфтигунг. 18а это бесшерфтигунг для тех, кто беженцами не признали, но квалификация хорошая. Или имеет голубую карту ЕС, или ИЦТ-карту, это как командировочный. Обязаны известить ведомство по делам иностранцев, если их работа, для которой им выдали ВНЖ, досрочно завершилась. То есть контракт разорвался, кончился или еще как-то. То есть вам выдали ВНЖ, грубо говоря, на 2 года, или выдали национальную визу, вы приехали, еще не получили даже ВНЖ, но работы нет по какой-то причине. Вот по этому параграфу вы обязаны известить. И если год прошел, то там все более-менее нормально. Если год не прошел, то у человека нет права на пособие. Значит, в этом случае у него нет дохода. И эта ситуация уже сложнее. Да, тут еще есть исключение, что если иностранец может иметь занятость в Германии без необходимости получать разрешение, то тогда это не действует, тогда ему не надо извещать. Я не знаю, в какой ситуации такое возможно. Может быть, если, например, он получил голубую карту и одновременно в браке состоит с немцем, что-нибудь такое. В общем, получается, что человек, приехав в данной ситуации, потерял работу. Он обязан навестить Ауслендранд. Дальше они смотрят. То есть, он не может просто взять и остаться жить дальше до конца действия визы. Просто потому, что тогда он нарушает закон. А нарушая закон, он нарушает фактически правила пребывания в Германии и ему грозит вплоть до депортации. То есть, нарушение закона, это нарушение закона о пребывании в Германии может закончиться просто депортацией. Ну, или не депортацией, но, скажем так, обязательством к тому, чтобы уехать. То есть, заставить. Аус-Райз-Флихт называется. То есть, если человек нарушил закон, его могут принудить уехать из Германии. В общем, до этого лучше не доводить. Поэтому в такой ситуации нужно извещать первым делом ведомство по делам иностранцев. Дальше нужно с ними работать. Нужно, как минимум, пытаться зацепиться за визу для поиска работы. На мой взгляд, это самый нормальный вариант для тех, кто уже приехал по работе. Значит, им можно сказать, окей, я уже нашел один раз работу, я найду еще. Вот это вот параграф 18c. Что для этого нужно? На сайте есть статья по этому поводу. Давайте я ее покажу. Разделяем миграции. Здесь есть виза для поиска работы в Германии. Здесь описано. Опять же, в описании к видео я ссылку на эту статью дал. Здесь описано, какие условия нужно выполнить для того, чтобы остаться или получить эту визу. По идее, ее нужно получать на родине, в посольстве. Но если вы уже приехали в Германию, вы можете сказать, окей, я в Германии уже нашел работу, я так получилось, что потерял работу, но я уверен, что я ее найду. Тогда, значит, нужно выполнить эти условия. И самая главная засада здесь оказывается медицинская страховка. В чем здесь засада? По закону. Это означает, что все, кто имеет место жительства в Германии, а человек же приехал по работе, он же уже как в Германию жить приехал, он же не турист, не гость, он приехал жить. В этом случае он обязан быть застрахованным в немецкой страховой системе. Но, так как работы нет, государственная страховка его выкинет, ну или не выкинет, по крайней мере, приостановит. И частная страховка не возьмет, опять же, по причине отсутствия доходов. В ситуации, когда год уже прошел, ведомство, ну, биржа труда перемет на себя взносы в страховую фирму, для тех, ну, в страховую компанию, для тех, кто получает пособие ОЛГ-1, да, пособие по безработице после потери работы. Вот, они не платят эти взносы, там, получается, государственным оплачивают. А когда год не прошел, у вас нет такого права, да, и получается, что человек, с одной стороны, должен иметь страховку, с другой стороны, какую страховку он может иметь, если у него частную нельзя, потому что доходов нет, государству нельзя, потому что работы нет, туристическую нельзя, потому что он же не турист. Здесь нужно как-то выкручиваться. Ну, во-первых, хорошо, если в этой ситуации вы заключили, перед тем, как переехать в Германию, как я уже рассказывал, туристическую страховку, да, то есть, когда получаете визу, там, памятки стоит, получите туристическую страховку хотя бы на первые две недели. Ну, вот, лучше не жлобиться, если вы не уверены в таких ситуациях, лучше ее покупать на три месяца, да, на максимум, или там, ну, до испытательного срока дороговато будет, но все равно, понимаете, это такая вещь, которая, ну, как бы, если, если произойдет случай, когда она понадобится, вы будете только благодарны себе, что вы это сделали. Если вы ее просто, скажем так, в пустую потратите, там, ну, не такая-то сумма по сравнению с проблемами, которые могут быть, если вы откажетесь от такой ситуации. Если у вас есть туристическая страховка, и вы ее заключали, например, на две недели, попробуйте ее расширить, просто позвоните в страховку и сказать, я хочу ее расширить, да, чтобы она действовала максимально долго. Это не избавляет, к сожалению, от другой проблемы. То есть, это позволяет вам находиться в Германии по визе для поиска работы. Но это в том случае, если вы найдете работу, то немецкая страховая обязательно запросит вас заплатить взносы между потерей работы и нахождением новой. Например, человек приехал, первый месяц отработал, что-то случилось, потерял работу, остался в Германии, пришел в Ослендрам, говорит, хочу остаться, дайте мне визу. Они, окей, давай, у тебя деньги есть там, сколько положено, да, там нужно на счет положить, нужно предъявить, что ты можешь где-то жить, есть место жительства и нужно предъявить страховку. Человек говорит, вот у меня туристическая страховка, я по ней застрахован. Они говорят, окей, ладно, закроем глаза на то, что ты не турист, но так как ты по визе для поиска работы теперь пойдет. Человек находит через месяц работу и выходит. И страховка государственная, с которой он уже первый месяц, да, так как он работал, зарплаты заплатил взнос, она после того, как месяц взнос не получала, еще один через месяц, да, получает снова взнос, она говорит, ага, получается, человек месяц был в Германии, но не платил нам взнос. И они присылают счет в этом ситуации. Недавно на форуме тоже, ой, на форуме, на сайте был такой разговор, можно поискать, вот именно вот похожая ситуация, там человек менял работу, я его не убедил, да, вот, вот этот сред, нет, не этот, пардон, очень много комментариев было. Да, вот, то есть здесь человек потерял работу, потом у него туристическая работала, там туда-сюда, и, в общем, потом мы выставили счет. Это в статье о медицинском страховании в Германии, комментарий можете почитать. Получается, если человек хочет остаться, ему нужно решить вопрос с медицинской страховкой, ему нужно где-то жить, ему нужно, чтобы у него была какая-то денежная сумма на жизнь, достаточно, с точки зрения ведомства по делам иностранцев. Тогда можно этот разговор начинать. Что обычно бывает? Обычно, если речь идет об инженере, например, программисте, то есть о профессиях, которые в Германии требуются, и шансы на то, что человек найдет работу велики, потому что в Германии не хватает программистов. Опять же, сегодня был на сайте тут разговор о том, что вот где, там, немцы нас не ждут, там, мигрантов, не рассказывайте, вот этот вот, да, там, стоит ли переезжать в Германию. И тут, типа, что единственная причина, по которой вас могут взять, это низкая зарплата. Нет, это не так. Конечно же, особенно айтишников в Германии, я где-то новость писал недавно, 70 тысяч позиций открыто, официально, и они заполняются по 3-4 месяца. То есть реально не хватает людей. В этом случае, как бы, ведомство по делам иностранцев решит, ну, зачем мы будем человека выпихивать, если так получилось, скорее всего, он найдет работу быстро. Если речь идет о какой-то работе менее востребованной, например, там, маркетолог или, там, не знаю, продавец, то тут уже реально мало шансов, что у вас что-то получится. Еще один вариант попробовать, что можно, это оформиться как частный предприниматель, попытаться. Для этого нужно иметь бизнес-план, опять же, в иммиграции, в разделе в иммиграции есть статья. Миграция, бизнес-миграция, бизнес-вида, иммиграция в Германию как частный предприниматель. В этом случае тут примерно подходит. То есть можно сказать, окей, я открою свою фирму, у меня там, я, например, программист, я буду работать как фрилансер, у меня есть бизнес-план. Это сложнее вариант. Если с поиском работы не прокатывает, можно попытаться, по крайней мере, за это зацепиться. Но тут шанс тоже один к десяти, я бы сказал. То есть действительно должно быть у человека очень все хорошо, чтобы ему разрешили. Ну и сильно зависит от города, от ведомства. Где-то, где уровень безработицы высокий, скорее всего, откажут. Потому что, ну, если высокая безработица, то они хотят, чтобы свои быстрее находили работу. То есть если иностранцы занимают места, соответственно, своим труднее найти, да. А если где-то, наоборот, не хватает рабочих рук на юге или в больших городах, там Камбург, Берлин и так далее, там, скорее всего, чиновники будут более лояльны. Я надеюсь, что я прояснил этот вопрос. То есть если вы остались без работы в Германии, самое главное, самое важное, известите, пожалуйста, сразу Auslande Behörde, то есть ведомство по делам иностранцев. И известите медицинскую страховку, чтобы они, может быть, как-то приостановили. Да, ну, по идее, они, даже если они вам ответят, что «Окей, мы приостановили», все равно, когда вы потом начнете снова работать, вас попросят заплатить эти взносы, а там они, ну, довольно высокие будут, там, 500-600 евро. Зависит, опять же, от позиции страховки, от вашей зарплаты предыдущей. На этом все. Если вам понравился этот совет или эти рассуждения, ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. До свидания. С уважением. Степан Бабкин.